Ну что ж, друзья, здравствуйте всем! Вот уже... Сколько там прошло? Где-то три недели, и выходит, наконец-то, новая серия непроходимого мода на GTA San Andreas. Итак, выходим из дома Карла Джонсона, я забыл, какой же выпуск, и получаем долгожданный звонок. Карл, это Sweet, ну что, мы узнали, где прячется Биг Смоук. Друзья, серия не выходила очень долго, по причине того, что я периодически проводил захват зон в Лос-Антосе. Их нужно было открыть для того, чтобы получить финальную миссию. Это было нереально сложно, потому что я не послушался вашего совета и пошел разблокировать все зоны прямо во время бунта. Так что, друзья, сегодня у нас с вами финал. Финальная миссия, на которую у меня даже остался мини-ган, как видите. Правда, патронов не особо много, но я надеюсь, мне это поможет. Итак, заранее благодарю за ваши пальцы вверх, не забывайте их ставить и подписываться на канал, если вы тут впервые, потому что видеоролики выходят ежедневно. Обязательно досмотрите от дела до конца, потому что в конце подведем небольшие итоги, и будет несколько вопросов к вам. Итак, поехали. Конечная остановка. Эй, Sweet, пришло время закончиться Смоуком. Итак, езжай к нарко-убежищу Смоука. На самом деле, это было очень интересное прохождение. Если не ошибаюсь, то Сан-Андрес с одним хп проходил примерно с начала 19-го года. И вот считай, в марте 20-го... Стоп, в апреле уже 20-го я его заканчиваю. И представляете, на это пришлось потратить практически целый год для того, чтобы пройти Сан-Андрес с одним хп. Ладно, поехали. Итак, СиДжей, значит, выпендривается и говорит то, что... Не, Sweet, я понимаю, что ты хочешь там выпендриваться, но так как одно хп, я войду туда один, пусть как бы автор этого ролика пострадает. Или как эта штука там правильно называется? Нифига себе, тут просто пересобачило все, что можно. Так, секундочку. Парни, я быстренько, да, я просто свистну у вас... Залезь! Вот, да, я просто свистну у вас броневик вот этот, сват-танк. И все, я поехал отсюда. Раз, два, три. Хорошо. Разбираемся со всеми. Желательно, чтобы в главном фойе никого не осталось. Ну, примерно вот так вот. Все, теперь забираем миниган. Итак, поехали. Это было легко. Первый этаж, охраняемый склад. Там уже наверху стоит чел, я вижу. Я успею его убить? Да. Итак, с миниганом дело пойдет, на самом деле. Смук живет на четвертом этаже. Мне, кстати, нужно это иметь в виду, потому что я уже забыл на ком он. То ли на пятом, то ли на четвертом. И, друзья, так как я не могу двигаться без ограничителей кадров, поэтому вы уже понимаете, что это значит, миссию придется проходить в 30 фпс. А теперь можешь? Во, отлично, теперь дело пошло. Я не помню всех респаунов противников. Это, кстати, сейчас было на полном рандоме. Я не помню расположение всех противников в этой миссии. Поэтому я буду стараться проходить максимально аккуратно. То есть, идти через миниган, что-то при этом комментировать на фоне. И самое главное, если мне не хватит патронов в этом прохождении, то есть хотя бы до Биг Смоука и его убийства, то я думаю, мне придется переигрывать и закупать патроны повторно. Потому что, как видите, да, здесь даже двери иногда придется открывать с помощью минигана. Плюсом ко всему, да, плюсом ко всему, вы видите, чем это чревато, поэтому такие пироги. Продолжаем тогда шинковать их. В общем, друзья, я тут неожиданно еще немного минигана себе прихватил, потому что уверен на 100%, что мне бы не хватило, сколько там, 700 пуль, которые у меня были. Кстати, полетело улутать сразу после смерти, поэтому, как видите, патронов у меня вообще нету. Ладно, ну что? Откуда здесь сватовец оказался? По-моему, у меня что-то с игрой произошло. У меня сватовцы откуда-то появляются. А, подожди, у нас тут еще один танк-сват есть. И еще куча балласов. А что у меня с игрой происходит? По-моему, у меня с игрой что-то произошло. Ё-моё. Дарова, пацаны. В общем, да, как я и говорил, типа... А, смотри, они слева прорвались, я понял. Вообще, смотри, смысл задания, да, как я уже рассказывал. Ты просто идешь в прицеле, третьим лицом чекаешь, где там сидят все балласы, вагасы и так далее. Вон они сидят. Они даже, кстати, не пытаются постоять по СиДжей. Блин, нос зачесался. И самое главное, лучше вот во всех этих местах не переходить ни в коем случае на спринт, вообще не переходить. Вот так вот. Вот как я сейчас делаю. Вот так лучше не делать, честно говоря. Здесь есть дробовик, здесь есть хпшка. Хпшка мне не нужна, она мне тут не поможет. Ну что, первый этаж был пройден. Я очень рад. Давайте на второй. Нарколаборатория, этаж номер два. Так, прикрываемся дверью и расправимся с рифой. Дарова. Да что, у меня нос чешется. Я уверен, что он меня сегодня точно подведет. Итак, поехали далее. Значит, нарколаборатория. Здесь есть куча челов, которые не причинят вреда Карлу Джонсону, которые просто именно работают здесь, да? Вот этого как бы задания проще в плане прохождения все равно не становится. То есть у нас как бы... Да, вот есть все равно миллиард челов, которые в засаде здесь сидели. Которые ждали, когда я подойду. Так, здесь еще один. Здесь еще один. Я так понимаю, у челов, кстати, дальность на оружии, так же как в миссии Бидаба. Здесь бесконечная, скорее всего, дальность. То есть прям на фул помещение оно. Вон, вижу еще одно. Офигеть. Как ты со своим зрением-то вообще его там увидел, честно говоря? Офигеть. Понял, принял, это будет долго. Ну, давай, ластовый, выходи. Я тебя видел. Ааа, наконец-то. Так, ну слушайте, я не знаю, всех ли не всех в этот раз перестрелил. Офигеть, меня на то, чтобы забраться на этот этаж ушло минут 20, не меньше. О, смотри-ка. Появились голубки. Вдвоем вышли на меня. Так, еще ожидаются подобные подкрепления или я могу проскочить? Вообще, мне кажется, здесь можно было бы спокойно даже проскочить. Ну, знаете, хорошая ли это идея? Ой-ё. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот этого я явно не ожидал. А, друзья, я, кстати, не проходил пожарного, поэтому к огню у меня Карл еще как устойчив. Поэтому, да, давай сначала дождемся. Ну ладно, сейчас, я думаю, можно пройти. Звонки! А, дамы и господа, мы с вами продолжаем. Итак, открываем двери уже стандартным способом. Ничего, надеюсь, страшного, то, что я комментирую прям каждый свой шаг во время прохождения этой миссии, да? Я думаю, ну ладно, наверное, ничего страшного. Итак, апартаменты балосов, третий этаж. Значит, смотрите, последний этаж и останется Биг Смоук. Ключевая проблема стоит в том, что если, скорее всего, я умру во время файта с Биг Смоуком, мне придется всю вот эту вот хрень проходить заново. Я бы не хотел это делать. Поэтому, давайте я попробую сделать все аккуратно. И, да, не обращайте внимание, что я гашу абсолютно всех, кто здесь есть. У каждого NPC в этой игре может быть оружие, которое причинит вред моему СиДжею, поэтому... И надо за каждый угол заходить. Во, видели, да? Это, по-моему, не балос был, но у него было оружие. Так, нормально. У меня, кстати, 2000 патронов осталось. Я уверен, что я воспользуюсь чекпоинтом с этим... С убийством Биг Смоука. Ну, типа то, что потом надо будет только свалить из его особняка. Как сложно было бы проходить эту миссию без минигана. То есть вот... Черт! Вот, договорился. Братцы, братцы. Ха-ха-ха-ха. Сегодня не ваш день, запомните это. Сегодня день свержения наркобизнеса Биг Смоука. А, и знаете, что самое смешное? Вот сейчас я думаю, стоит ли защищать комнаты слева или справа? Типа оттуда уже как бы основная пехота выбежала. Поэтому, наверное, смысла нет. Эээ... Сука. Я не знаю. А может опять не стоит это делать? А давайте я не буду это делать. Да, я знаю, что я сейчас на свои же грабли могу наступить. О, нормально, отлично. Там есть кто? Здрасте. Встреча с Биг Смоуком. Так, перезаряжаем миниган. Ну все, друзья, время пришло. В компании третьего Варкрафта есть такая занимательная миссия, она называется Гнев Предателя. Так вот. Вот то, что сейчас будет происходить во время катсцены, это и называется Гнев Предателя. Эй, Смоук! Я с одним ХП прошел весь путь в GTA San Andreas для того, чтобы встретиться с тобой. Как ты знал, что это был я? Ну потому что ты единственный, кто будет проходить San Andreas с одним ХП и потратить на это целый год видеороликов. Я вот думаю, есть ли смысл сейчас пропустить катсцену или как? Ладно, давайте это сделаем. Смоук! Умри, умри! Я это сделал! Я это сделал буквально за 5 секунд! Даже меньше! Смотрите, в San Andreas в финальной миссии существует один единственный чекпоинт. Это единственная миссия в San Andreas, у которой есть чекпоинт. То есть, если я сейчас умираю, мне не нужно будет проходить эту миссию с самого начала. Я ее буду проходить с момента, когда Тенпани поджигает лабораторию Смоука. Я думаю, я успею за 7 минут. Яркий свет, слишком яркий свет. Но знаете, я думаю, по-другому у меня не получится пройти, потому что здесь реальная темень сейчас начнется. Так что, друзья, по новой. На третий этаж. Нам сейчас три этажа придется перелопатить. С миллиардом противников. Одного через дверь, например, можно было устранить. Огонь будет заполнять. Все. До свидания. Мне интересно, сейчас сбоку появятся противники или нет. Я уже готов ко всему, честно говоря. Кстати, мне тогда нереально повезло, что ни один из балосов, вагосов не попал по мне, а уж тем более Биг Смоук. Если бы мне пришлось это дело заново перепроходить. Это, конечно, тебе не финальная миссия в GTA Vice City, которую, знаешь, ты просто в два клика проходишь. Здесь можно комментировать все, что находится у тебя на экране. И просто, знаешь, получаешь удовольствие от того, что ты идешь и выкашиваешь всех с минигана. Вот, я говорил про вот этот момент. С ним сейчас будет самая жопа. Знаете почему? Потому что противников вообще не видно. Можно ориентироваться типа по треугольникам. Ключевая проблема состоит в том, что враги меня видят. Они меня видят целиком и полностью. То есть смысл миссии в том, что... Смысл миссии в том, чтобы перекосить всех противников сейчас на этом этаже. Чтобы именно выстрелы перестали появляться на фоне. Все, вроде, перестали. Теперь можно потушить пожар спокойно. Есть кто-то? Я уверен, здесь в крысу просто какая-то, ну, мразь такая последняя сидит. Теперь спектр вспоминает все случаи, когда он гасил балосов и вагосов именно в спину. Сейчас они ему должны за это отомстить. Ну ладно, в любом случае у меня есть контрольная точка. Правда, если я умру, мне придется заново к дому Торена ехать. А, и ключевая проблема в том, что мне должно хватить времени на таймере. Потому что в конце, когда я выберусь наружу, нужно будет еще потратить часть времени для того, чтобы добежать именно до триггера, когда срабатывает катсцена. Слушай, половина времени уже готова. Два этажа я прошел, так что уверенно пока движемся. Ну да, здесь все горит, то есть тут только в первом помещении были противники. Мне это нужно запоминать для дальнейшего проходника своего. Здарова. Итак, народ, последний этаж именно жилого дома. Я так и знал. Давайте сделаем укрытие, которое вообще не простреливается. Отличный дизайнерский ход, Rockstar Games. Я предлагаю расчистить вот этот этаж. Я не знаю, кстати, почему я сразу не догадался это сделать. Мяна, это может уйти миллиард, конечно, времени. Но, честно говоря, других нормальных и идеальных тактик у меня здесь просто нет. Включаю только проблемы. Я опять не вижу противников. А, во, вижу. Убил. Так. Еще. Вижу. Убил. Слушай, я очень сильно надеюсь, что... Так. Я надеюсь, что я избавился от тех противников, которые здесь есть. Но там уже априори никого не может быть. Здесь... А я, кстати, не знаю, здесь может быть или нет. О, вижу. Здарова, пацаны. Я знал, что вы здесь появитесь рано или поздно. Здарова, Ямака. Честно, мне так хочется сейчас взять какую-нибудь микро-СМГшку и отправиться на раш. Прям стремительный. Но я не могу это сделать. Так. Знаете, вот, кстати, если бы у меня все-таки был пройден пожарный, что мне советовали сделать на протяжении всех этих серий, я бы сейчас на изи вот это место, допустим, прошел. Но так как я этого не делал, сами понимаете, чем мне приходится жертвовать теперь время от времени. Все, друзья, готово. Осталось самое последнее. Это дойти до триггера с концовкой миссии и не сдохнуть. Это самое последнее, что осталось сделать сейчас. Потому что противникам насрать. Они готовы помереть в этом убежище Биг Смоука просто лишь бы. Я не готов к этому, честно. Я уже почти всю эту гребаную миссию прошел. И сейчас откатиться просто от какого-то рандомного бугая-бандита. Ну, поехали. Да, я это сделал. Я это сделал, народ. Считайте, что это уже финал миссии, потому что дальше умереть просто априори невозможно. Во-первых, ты можешь вообще не стрелять из тачки. Я думаю, ее и так не могут взорвать. Но я это сделал. У меня на это ушло около трех дней. С учетом захвата территории у меня на это ушло где-то две недели. Ну что ж, теперь подведем небольшой итог. Почти год прошел с момента публикации первой серии прохождения GTA San Andreas 1 хп. Хочу сказать то, что прохождение было очень интересным. San Andreas довольно длинная часть. И у меня для вас есть вопрос, который я обещал задать еще в самом начале. Народ, я в принципе прошел все основные задания в San Andreas. Если у вас есть в памяти, отложились, да, какие-то задания, на которых одно хп будет ролять, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и я сделаю какую-нибудь бонусную серию. Почему я не прохожу задания на Зиру или на автосалон? Потому что там, по идее, стрельбы будет по минимуму. Но у Зира точно ее не будет. В автосалоне стрельбы будет просто по минимуму. Поэтому я не вижу смысла их проходить. Для GTA Vice City есть одна бонусная серия с кубинцами и вспышками ярости, которая есть внутри игры. Но я эту серию еще не выпустил. Плюсом ко всему, потом я выпущу топ, пока не знаю сколько, самых сложных миссий в San Andreas с одним хп. Потому что нужно будет подвести какой-то небольшой итог. И самое главное, друзья, если такая модификация есть и в других GTA. GTA 3, GTA 3, GTA 4 или, например, GTA 5. Вот, кстати, на GTA 5, я уверен, было бы интересно посмотреть с данным модом. То также просто напишите мне об этом в комментариях. И я начну новый проходняк с одним хп уже там. Но в сейсалу осталось только дождаться концовки. Благодарю всех за то, что смотрели прохождение Саньки с одним хп. Если не смотрели прохождение целиком, обратите внимание на плейлист. Он будет в подсказках там где-то вверху справа на экране. Если не смотрели то же самое по GTA Vice City тоже смотрите. Там же ссылочка на плейлист будет. Это было круто. Это было интересно. И это было очень сложно. А, и самое главное, народ забыл же сказать. Спасибо всем за советы, которые выдавали во время прохождения Стандресс. О некоторых из них я подзабыл, а некоторых я вообще не знал. К примеру, я вообще забыл о том, что в доме Торена можно найти миниган. Который во многих случаях резко упросил мое прохождение некоторых заданий. Итак, офицер Фрэнк Тенпенни делает свой последний поворот налево и потом направо. И по идее это концовочка. Правильно? Три, два, один. И да, я это сделал. Все, друзья. Вот так у нас завершается сегодня GTA San Andreas. Поэтому напомню. Плейлисты с Vice City с San Andreas прямо сейчас у вас на экране в самом центре. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры. Играйте с хорошими модами. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.